друзья такое видео рекомендация значит когда вы обратите внимание на сайт языка программирования kotlin и на последовательность уроков возможно сначала у вас это вызовет некое удивление но нажав даже курс 8 начала работы с функциями да я здесь дал видео ответ но видео не по этому потому что я сейчас коснусь и python и всего другого значит обратите внимание вот в kotlin мы пошли после переменных научились делать переменные и сразу приступили к функции вроде бы можно сказать что это не очень логично потому что не типы объектов не типы данных ну грубо говоря если даже зайти на сайт kotlin официальный сейчас секунду и на сайте на сайте посмотреть как устроен материал конечно он по-другому я поясню на сайте kotlin идет материал объяснение в сравнении с java для нас это не подходит их разработчиков мотивация понятно есть целая армия java которая увидев короткий код и лучше написать три строчки кода вместо 40 конечно же приняла за kotlin но у нас в школе немножко другая ситуация мы рассматриваем язык я исхожу из того что человек вообще не знает ни одного языка поэтому сейчас выражу мысль то есть рассматриваем очень подробно и обратите внимание этот курс сильно отличается от курса python наверное это уже сыграл опыт то есть мы не идем там где-то что-то книги предлагают мы рассуждаем с вами логически я в курсах говорил что вот когда вы смотрели быстрый старт быстрый старт да то тут есть видео 50 минут не переживайте сайт в описании видео есть там все найдете и и я здесь рассказывал что основную об опору опору язык делай на функции вот тут у нас созревает сразу и ответ почему мы взяли после переменных сразу функции потому что на самом деле если мы посмотрим даже hello world то точка входа mine это уже тоже функция fun да мы видим а теперь логически рассуждаем логически рассуждаем так как в центр языка становится в первую очередь именно функция хотя по сути дела в каждом языке функция это рабочая лошадка это маленькая программа которая можно применять многократно но в котлин собраны функцию вещи с разных языков с разных да и они кумулятивные и отвечаем себе на вопрос что когда мы начали с функции то понятно что мы с вами во первых въедем в функции во вторых формулируем цель наша основная цель писать мобильные приложения серверную часть и писать мы будем на функциях это прежде всего функции имеют здесь очень много мелочей то есть и с параметрами и здесь можно выделить часть функции и нам все это изучить я понимаю для чего я пишу для ребят которые изучили python python я давал по-другому по-другому если вы заметите на pro365.net грубо говоря python я давал здесь для новичков вот это и сейчас и есть я проговариваю цель видео зачем записывал грубо говоря он дан даже для детей там четырех лет и они понимают восьми или четырех то есть взрослые точно поймут но я давал просто как язык да разбираться в языке люди научились программировать начали но опять многие упустили из виду и я смотрю смотрел там на джанго да то есть не делали домашние задания кто делал домашние задания уже на том же spb-tut.ru да джанго тот в принципе до этого дошел здесь подход иной если вы заметите совершенно иной то есть здесь мы сразу пошли к постановке языка и применение его для практики поэтому архиважно здесь вы сами увидите выполнять задания так как здесь не то что дается язык а дается и язык и как его применять все в одном так вот ребята те тот кто изучил python и изучая в этом стиле котлин у вас станет сразу вопрос ах да теперь я понял что мне подтянуть в python ребят я вас попрошу не дергайтесь сейчас пройдите хотя бы две трети языка котлин потом станет на места что подтянуть в python чтоб вы не бегали по python потому что вы же поймите это совершенно разный уровень если python мы проходили я там рассчитывал что человек вообще грубо говоря язык первый раз услышал там про него вот то здесь я конечно как новичок ну и у меня уже опыт большой то есть я понимаю что я хочу дать поэтому говорю ребята кто изучил python не дергаемся потому что вот сегодня даже проходили функции и вы четко поймете ага надо мне то в функциях в python то подтянуть подтяните но не дергайтесь пока спокойно стиль языка котлин если вы заметили при изучении мы именно ставим язык и я постоянно повторяю ставьте язык один раз то есть мы обращаем внимание на все мелочи и меня порадовало что начали делать домашние задания в котлин да именно домашние задания начали делать правильно да я вижу что так где то делали наши ребята сейчас я найду ах вот то есть да разложено домашнее задание по полочкам так вот в котлин в котлин стиль относится именно к практическому программированию потому что понимаете в чем разница еще в python написано тысячи библиотек и в принципе думать там не всегда и нужно то и почему потому что кто то уже за тебя подумал берешь применяешь и получаешь в котлин немножко надо по другому именно поэтому мы изменили стиль но я к чему говорю ведь изучая котлин мы ставим несколько целей ну по крайней мере я для себя в отношении школы ставлю следующие цели первая цель конечно же изучить язык программирования котлин изучить его один раз и чтоб был хороший уровень для этого мы идем постоянной практикой и домашние задания которые вы делаете практикуетесь потому что именно практика именно написание кода дает возможность перейти к пониманию а не к изучению языка мы даже рассматриваем мелочи многие да это у нас python мелочи что допустим в переменной после переменной при указании двоеточия после функции двоеточия то есть соответствие легко найти и ложится и запоминается он на мозги довольно просто язык действительно простой и очень короткий вторую цель которую я ставлю это чтобы каждый участник школы понимал что такое язык с статической типизацией и в принципе дальше все языки идут там какие-то отличия но выучить тогда любой язык с статической типизацией абсолютно просто для этого не надо много времени и еще одна цель этот же сайт полностью продуктонаправленный то есть у нас есть конкретно цель это написание мобильных приложений серверной части мобильных приложений и блокчейн то есть три цели они маленькие то есть они широкие но при этом направление очень конкретное в python наверное я бы так не смог дать язык по одной простой причине потому что в python там тысячи библиотек и в принципе меня можно понять что я давал язык как общий да вот есть то есть то есть то и заметил да да действительно когда есть общий переход от понимания да вот написал там списки понимаю но применить в коде начинается проблема да то есть конкретно когда начинаем писать сайт поэтому этот же способ я начал уже применять в новых курсах Django 2 да начал пошел применять и в Kotlin то есть здесь мы должны практиковать но еще к чему писал видео все таки ребят ну вот пришли в школу да ну совсем изучал учился на факультете истории мечтал программировать там часто люди спрашивают еще вот а если мне там под 40 можно ли начать ребят так я вообще компьютер узнал у меня первый раз познакомился мне было за 30 поэтому не задавайте больше глупых вопросов было бы желание сложного ничего нету все состоит из простых вещей ответ получили я надеюсь да так вот вылетела мысль ну ладно сейчас вспомню дальше продолжу писать а вот так вот ребят смотрите совсем далек от программирования начинаете изучать два языка то есть покупая доступ пожизненный к spb-tut.ru в описании видео тут будет у вас на начальный курс python но сразу же изучаете и котлин почему вот я вы не знали теперь знаете то есть я вам рассказал подход два языка изучить в данном случае просто два языка с динамической типизации как python да учить было сложнее потому что и то с динамической и это с динамической и в принципе ничего было бы путаница когда python например с динамической типизации а здесь со статической типизации это как грубо говоря самолет и верблюд ну нельзя спутать понимаете но зная о том что я говорил уделяете внимание подходу котлин да вот именно мы подходим именно и изучаем язык и сразу пишем код вырабатываем стиль то есть все в одном но мне это позволяет делать уже опыт преподавания языка ну порядком с 2009 года я его изучаю с python начал так вот а те кто уже давно в школе ребят на данном этапе вот если начали там изучать котлин не дергаемся у вас уже есть python поэтому изучаем котлин потом переосмысливаем да и те кто уже изучил python переосмысливать надо уже не сам язык это новичок может который только пришел чтобы правильно вам донести мысль сейчас новичок который пришел он может те уроки начальные проходить с этим уклоном а если а что и думать а вам кто изучил python и вы понимаете что в котлин подход иной вы уже все это делаете допустим на курсе джанга 2 то есть вы уже пишите реальный код только вот смотрите написали код понимаете в данном случае у меня страдает функция не понимаю вот тогда залазите и смотрите да я объяснил почему таких два разных подхода потому что у python тысячи библиотек когда изучаем котлин мы в первую очередь настроены все писать много чего писать на чистом языке котлин со временем я надеюсь фреймворков будет побольше то есть там дело проще пойдет но на данном этапе все таки вот те цели которые я проговорил я от них и отталкиваюсь и поэтому здесь получается что все очень конкретно все очень много практики ну и конечно же я рассчитываю что человек в принципе изучает не один язык python выучить надо обязательно почему это палочка-выручалочка котлин мы учим чтобы работать с мобильным рынком чтобы легко изучить потом тот же принцип один и тот же я говорил чтобы разобраться с языками со статической типизацией этого для этого надо один язык хорошо разобрать все остальные уже по принципу ах принцип такой ах вот как здесь делается вот и все но котлин у нас все таки идет и блокчейн и много чего еще и там я почему начал еще говорю давать этот язык таким образом потому что когда мы перейдем в блокчейн переходим то мы видим что цели то у всех разные кто-то будет использовать блокчейн писать приложение кто-то будет писать криптовалюту где-то в большинстве случаев будем использовать котлин ну допустим а и для мобильных приложений ну а если человек пишет криптовалюту то возможно вообще ему понадобится эфириум и язык а потом уже он ее всунет в приложение грубо говоря надо понимать суть языка со статической типизацией от и до и ставить язык вот если вы заметили мы очень очень так спокойно очень так разбираем дотошно каждый элемент то есть вставить язык как я говорю на мозги надо один раз и твердо делаем пишем код 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 все все будет нормально в общем то что хотел сказать наверное получилось надеюсь что получилось спасибо за доверие сайты в описании видео и вперед работать и работать нечего сидеть